Кулинарный релиз Мы используем определенный вид плова, который в Испании называется паэлья. В Узбекистане он называется плов, в Индии это пилав или биряни или это. Ну вот испанцы взяли вот это слово и оно очень сходное с пловом и достаточно похожий продукт. Что нам понадобится для этого? Мы возьмем рис белый, длинный. Я правда его уже приготовил для того, чтобы не тратить время. Морепродукты, понятно. Маслины, чеснок, базилик, сливочное масло, немножко сметаны, ну и ряд приправ. Для того, чтобы паэлья Валенсия действительно передала испанский вкус, мы возьмем не только морепродукты, так как это основное блюдо, но и добавим немножко куриного филе. Ну, в принципе, с этого и начнем, потому что курица у нас готовится гораздо дольше, чем морепродукты. Поэтому мы ее сразу нарежем, доведем до полуфабриката. Сначала нарезаются пластиночки, из которых потом получается не сильно тонкая соломка и как брусочки. Размер приблизительно напоминает картошку фри, немножечко тоньше. Пока мы режем курочку, я думаю, что нужно включить сковородку. Я воспользуюсь сегодня сковородкой, которая называется ВОК. Ей пользуются китайцы. Для того, чтобы вам видно было процесс приготовления, вообще паэлья готовится в казане, в казаночке, в глубокой сковородке, я решил сегодня взять эту сковородку. В ней виднее и в ней быстрее, ну и как бы более понятно, что происходит в процессе приготовления. Курице нужно достаточно немного. Она украшает блюдо, добавляет немножко калорийности, питательности, потому что морепродукты сами по себе легкие. Если не ложить курицу, то это блюдо можно считать горячей закуской. А если оно уже с курицей, то это получается полноценное второе горячее блюдо, которое можно просто приготовить на ужин и будет очень вкусно. Курицу мы подготовили. Морепродукты у нас уже размороженные. При разморозке их не стоит обдавать кипятком, либо какой-то водой. Лучше потратить лишних 20 минут и дать, чтобы они отошли сами. Потому что любая горячая вода, она доготавливается, в общем, получается невкусно. А так они вкусненькие. Значит так, мы берем еще несколько новозеландских мидий. Новозеландские уже они растут в Новозеланде и просто поставляют их нам сюда в замороженном виде. Почему их в них уже нет песка, они приготовлены до той степени, которая нам нужна. Нам ее нужно только разогреть и мы будем использовать это для украшения блюда. Как любой плов, возьмем немножечко лучка. Я думаю, это будет тонкая соломка. Немного чесночка. Это будут кружочки. Достаточно толстые, не трудитесь резать тонко. Для того, чтобы чеснок использовался больше как овощ, не как пряная приправа. Масло, понятное дело, в Испании лучше брать оливковое. Ну, если нет его, то можно использовать обычное. Масло добавляется порядка 30 грамм. Вот так, чтобы получить две порции. Возвращаем на место. Для того, чтобы удобненько было обжаривать, у меня есть такая специальная большая ложечка, которая специально для этой сковородки. Значит, последовательность следующая. Сначала мы закладываем курицу, так как она готовится дольше всего. После курицы мы закладываем овощи совместно с маслинами и оливками. Они тоже любят, когда они обжариваются, они становятся гораздо вкуснее. Выделяется такой оливковый аромат. После этого мы добавляем морепродукты, рис уже готовый. И параллельно еще подготовим приправки. Цвет нам придаст корень куркумы. Это не шафран, то, что рассказывает шафран, шафран на самом деле цветочками. Это корень куркумы, который дает цвет и вкус. Мы добавим также, есть такая приправа, кумин, зира, кому как удобно, тот так и называет. Сладкой паприки. Ну и в принципе этого будет достаточно. Соль, перец, понятное дело, по вкусу. Наша сковородочка нагрелась. Мы на процесс жарки добавляем немножечко больше огня. И начинаем обработку. Запахло сразу, очень ощущается масло. Можно уже немножечко тише. Как только курица приобретает белый характерный цвет, можно продолжать загрузку остальных всех ингредиентов. Куриное мясо готовится недолго. Каждый продукт мы буквально по чуть-чуть, по несколько раз обжариваем. Лук не должен взять цвет, он должен быть бледный. И хрустящий. После этого мы добавляем маслиные оливки. Не жалейте, можно полностью курицу заменить маслиными оливками. Этого будет достаточно. Как я и говорил, еще раз перемешиваем. Вот, видите, какое состояние. Оливки и маслины начали блестеть. Сейчас они немножечко, немножечко совсем обжарятся. Мы будем добавлять. Так, дальше. Помидорки. Я их специально не резал заранее, потому что они имеют свойство стекать. Чтобы это не произошло, мы вот... Буквально секундное дело. Они режутся достаточно крупно. Остальные таким же образом. Для того, чтобы вся водичка осталась в нашем блюде, в нашей паэлье. Которая готовится в данный момент в испанском стиле. Продолжаем, продолжаем. Как видите, сильного процесса жарения здесь не происходит. Удаляется лишняя жидкость. Овощи не поджарены. Но в силу того, что мы постоянно что-то добавляем, ничего не успеет не приобретать цвет, не выделяться в основной массе. Потому что блюдо у нас должно быть однородное. Теперь мы добавляем морепродукты. Добавляем вместе с той жидкостью, которая выделилась при оттайке. Потому что это есть сок. И тоже оно добавляет немножко запах моря, запах океана. И только придает вкус и пикантность этому блюду. Опять перемешиваем. Я позволил себе слегка изменить это блюдо. Потому что если все-таки готовили мы по классике, то, наверное, мы должны быть испанцами. Но так как мы украинцы, мы делаем немножко другой вид. Мы добавим немножко итальянские нотки. Вместо вина, которое туда положено добавить, мы добавим немножко бальзамического белого уксуса. Его абсолютно не нужно выпаривать, как вино. И надо тратить на это много времени. Вкус приблизительно, можно даже сказать, лучше, чем... Значит, чем этот плов отличается от восточных? Восточный плов приправы обжариваются. А у нас они не обжариваются. А когда есть уже сок, уже сформированное блюдо, мы туда немножко добавляем зиры. Она должна провариться. И уже при обжарке получается совсем другой вкус. Немножечко куркумы. Вот. Думаю, что мы добавим немножечко базилика свежего. Так будет вкуснее. Если дома нет бальзамического уксуса, можно добавить сок лимона. Блюдо будет ничем не хуже. Единственное, его надо добавлять в самом-самом конце. Потому что лимон при тепловой обработке становится горький. У нас получается уже достаточно желтенький соус. Теперь нам надо заправить, все-таки довести до вкуса, потому что мы ложим-ложим основные продукты, но вкус все равно придать блюдо надо. С солью очень осторожно. Морепродукты сами по себе всегда соленые. Поэтому буквально щепоточку. Красная паприка не острая. Сладенькая. Цвет и легкий аромат. Вот. И с морем гармонирует очень хорошо. Белый перец молотый. Достаточно. Отлично. У нас почти все ингредиенты в сборе. Кроме риса. На такое небольшое количество, на две порции, количество, будем говорить, начинки должно быть чуть-чуть больше, чем количество риса. Тогда у нас блюдо получится вкусное. Ну, где-то вот. Достаточно. Рис. Приготовленный полностью, но даже приготовленный рис, имеет свойство впитывать в себя ту жидкость, которую мы ему предоставляем. Так как это блюдо соусное, так мы сделаем немножко тише огонь. Мы дадим рису немножечко впитать в себя. Ну, и так, чтобы осталось осталось. Вот. Паэля у нас готова. Но ей надо немножко настояться. А для того, чтобы придать праздничный вид нашему сегодняшнему блюду, мы немножечко тарелку украсим и добавим немножечко японского стиля. Я думаю, он совсем не помешает, потому что морепродукты, в принципе, сходные. А сейчас мы возьмем крышечку, для того, чтобы лишнее, ну, наша жидкость не удалялась из блюда, накроем. Дадим ей немножко постоять, а сами украсим тарелку. Вот. Как же мы ее украсим? Паэля сама по себе красного цвета. Если мы ее подадим на тарелку в виде цветка, то нам надо будет добавить, когда стебелек, так, чтобы он дополнил эту всю картинку. Как мы сделаем? Есть вот такие формочки. Если их нет, можно использовать консервную банку. Двух сторон удаляется крышечка. И очень душевно используется. Где-то вот так мы расположим цветок и добавим стебель. Стебель мы можем добавить как японскими водорослями, так и нашими. Ну, в общем, это не имеет значения. Что-то зеленое. Я, с вашего позволения, буду работать руками. Здесь, как раз, маленький, необычный морской цветочек получается. Ну, и, понятное дело, добавим лепесточек. Что можно изготовить из огурца? Это достаточно просто. Мы надрезаем огурец под углом 45 градусов. Делаем 5 надрезов не до конца. Раз, два, три, четыре, пять. Почему 5? Центральный листик мы оставляем. А два предпоследних мы загибаем. Вот таким образом. И у нас получается маленький лепесточек. Мы делаем его в продолжение сюда. Раз. И, я думаю, в эту сторону тоже. Раз, два, три, четыре, пять. Еще раз показываю. Первый оставляем, второй загибаем. Третий оставляем, четвертый загибаем. Ну, и ставим сюда. Вот. Начало композиции. Теперь можно переходить к самому блюду. Получилось у нас не сухой рис с соусом. Я приготовил немножко больше. Для порции достаточно порядка 250 грамм. Можно 300, как по вкусу. Я думаю, мы в данном случае будем использовать грамм 250. Ложкой аккуратно, так, чтобы все было. И маслины, и курица, и морепродукты, и овощи. Мы перекладываем это все в форму. Сок снизу вытекает, создает общую картину нашего блюда. После чего мы снимаем форму. У нас остались мидии. Здесь можно вычистить. И сделать, как продолжение нашей композиции. С этим закончили. Ну, и как к любым морепродуктам, нам не хватает лимон. Я думаю, две долечки. Они у нас послужат и декорацией, и дополнением вкуса. Вот такое блюдо. Испанское, с японским мотивом, по безукрашениями, на нашем столе. Все достаточно просто, достаточно красиво, и я думаю, вкусно. А, вкусно или нет, определит наш дегустатор. А я с вами на сегодняшний день прощаюсь, потому что моя работа закончена. До новых встреч. Шеф-повар, в респект. Очень вкусное блюдо. Внешний вид данного блюда Соответствует его внутреннему содержимому. Очень вкусное блюдо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова